Тысячи человек устроили сегодня стихийный митинг в центре города. Они прошли по главным улицам Екатеринбурга, чтобы высказать свою позицию касательно судьбы пассажа как нового торгового центра. Его реконструкция остановилась, едва начавшись, и это вызвало беспокойство сторонников обновления. Репортаж Галины Бескровной. Репортаж Галины Бескровной. Еще около тысячи человек. Колонна поворачивает к администрации. Тут на кузов грузовика поднимается Игорь Заводовский. Нынешняя стройка – это его детище. Мы требуем продолжения строительства пассажа. Приостановить строительство попросили областные власти. Ради этого даже создали отдельную комиссию – искать нарушения. Застройщики согласились подождать, хотя и по-прежнему в недоумении. У нас все согласовано. И сейчас меньше всего бы хотелось, чтобы, скажем так, власть начала охоту на ведьм. Потому что проверка была и прокурорская несколько раз. И все инстанции проверяли согласовательный процесс и выдачу всех документов. К резиденцию губернатора идут осознанно. Именно отсюда настойчиво попросили сделать паузу. Но те, кто сегодня марширует по центру, уверены, что пассаж нужно обновлять прежде всего ради самих горожан. 60 тысяч мест рабочих добавляются. И это реальная помощь молодежи и городу. Реально. Это налоги. Он абсолютно мешает. То есть не вписывается абсолютно в эту атмосферу центра. Так скажем, он ее портит. И тем самым, получается, вообще портит мне настроение, когда я прохожу мимо него. Добраться до заключительной точки своего маршрута, здания полпредства, участникам не помешала даже проезжая часть. Из зашествия улицу Малышева на некоторое время поглотила пробка. Автомобилисты терпеливо ждали минут 10. Участники марша надеются им тоже недолго ждать. Общественная палата проведет открытое слушание о судьбе пассажа уже в эту пятницу. Галина Бескровная, Руслан Шарафудинов. Новости 41 канала.